Ты 100% будешь шоке, ведь я хочу тебе подарить данный нож ценой 12 тысяч рублей. И для того, чтобы ты выиграл его, тебе надо вписаться на канал, поставить лайк и написать комментарий от 5 слов. Также зайти в телеграм по ссылке в описании и нажать кнопку участвовать. Результаты будут, когда на канале будет 125 тысяч подписчиков. Желаю тебе удачи. В полосоке из баттли 5 тысяч 437 рублей. И это что-то уникальное. Потому что в прошлый раз, когда мы проиграли тысячу рублей, я это выложил. Вы очень сильно поддержали меня комментариями. И посоветовали пооткрывать разные кейсы, попробовать разные тактики. И поэтому прямо сейчас я решил, закину-ка 5 тысяч рублей. Но на самом деле я закинул намерно, немножко поменьше. Вся суть в том, что когда закидываешь на кейс баттл, можно выбрать всякие разные способы пополнения. Плюс использовался промокодом на главной странице. Я выбрал криптовалюту и пополнил ровно на 10 долларов. Но чтобы вы понимали, я обозревал это в своем телеграме. Платеж не засчитался. Прошло около 10 часов, я написал в поддержку, где моя тысяча рублей, которую я закинул. И если посмотреть даже в чат, я скинул им скриншот, они мне ответили о том, что такого платежа якобы нету. То есть другими словами, я не знаю, было у вас такое или нет, я закинул 10 бачей, они просто потерялись. И только после того, как я предоставил доказательства того, что я пополнял 10 долларов, мне сказали, все равно нету. Потом я только написал, что я занимаюсь ютубом, и у меня никогда не было подобных проблем. И этот случай, он, ну можно сказать, первый. Потому что больше такого ни на одном сайте не было. Они попросили написать в телеграм. И после того, как я написал в телеграм, они разобрались и вроде бы мне зачислили. Да, я закинул еще, потому что я уже подхоронил те 10 долларов, и вообще в первый раз увидел о том, что платеж на сайт может не зайти. Я не говорю о том уже, что мы здесь потеряли около 25-30 тысяч рублей, но это моя проблема. Я закинул, я потерял, а тут я закинул, у меня даже не зашло. Поэтому сейчас, 5400-307 рублей, извините за долгое начало, если у тебя была такая же проблема, напиши. Может быть я просто дам вам контакт этой платежной системы, чтобы если вас много, вы сразу все туда написали. Ну а сегодня, просто пробуем окупиться. 5400-307 рублей, пробуем разные тактики. Самое главное, получить удовольствие. Ну поехали. Первый кейс на главной странице, это Харконины. Мы его открывали в прошлый раз, и честно, я бы не сказал, что он как-то сильно меня окупил. Ну давай попробуем просто открыть на десяточку, посмотрим как оно пойдет. Я в последнее время играю на кейс баттли, каждый ролик у меня минусовой, вот абсолютно. Если в начале он может еще нормально так подсыпать, вот даже сейчас, да, первый раз мы открыли, он подсыпал. То в конце он все равно сливает. И вот у меня вопрос, кто играет на этом сайте? Мужики, у вас вообще какая статистика? Потому что если говорить честно, меня, допустим, этот сайт вообще в ноль сливает. Песчаный череп. Так, ну это уже 2900, как будто бы многовато. Не хотелось бы сразу весь депозит проигрывать, тогда давайте хотя бы на два раза откроем, посмотрим. И я думаю, если меня сливает, может быть мне тогда вас просто прокачивать? Может быть я просто буду заходить с вами депать, и мы будем вместе с вами выбирать разные тактики, и я буду тебя в прямом эфире прокачивать? Если это хорошая идея, мужики, ставьте лайк, пишите комментарии. Увижу, что комментариев больше, чем обычно на роликах. Двушечка неплохо, кстати, подожди. Ну, нормально. Это, кстати, за последний, наверное, месяца два первый кейс, который я купил, у меня на 1000 рублей. Окей, неплохо, но все равно. А давай просто тогда проверять все как положено. То есть с первого, по второй, по третий, по четвертый, по пятый. Просто будем вот так пробовать. Let's go! Ну и, конечно, поставите лайк, напишите комментарии. Увижу, что вас много. Сделаю конкурс, зайдете. Мы выберем 303 рубля. Досадно на самом деле. Выберем, кого из вас прокачать. И, в принципе, возьму на прокачечку. Возможно, следующий ролик уже будет пацан с вебкой сидеть. И мы будем долбить ему ножик с 2-3 тысяч рублей. Не знаю, по поводу Аракиса, вот этот Аракис, ну, блин, очень дорого. А если смотреть на кейс, который стоит 1199 рублей, он меня слил. Нужно ли открывать вот этот кейс, пацаны? На самом деле, думаю, что нет. Но, опять же, вот я допускаю, что может с 2,5 тысячи вылететь ножик. Поэтому давай откроем. Останется 2 тысячи, 3. Я думаю, я думаю, я думаю, можно будет еще подраться. Ну, 1200 слабовато. Ну, как бы вообще слабо. И вот уже, пацаны, как бы минус наклевывается. А ну-ка, давай дешевый проверим. Точно помню, что мне просили открыть перчаточные. Открыть очень много раз. Но я не хочу их открывать, пацаны. Потому что, ну, его нафиг. Ну, типа, зачем? Если будем, то уже потом закину десяточку. И все-таки на прокачке, пацаны. Я все хочу сделать прокачку. Не знаю, мне кажется, это хорошая идея. Потому что я знаю свою удачу. Я знаю, как я открываю кейсы. И вот этот сайт, ну, меня не окупает. Поэтому, в принципе, мне, можно так сказать, скины с него не нужны. Если что-то и выбьем, готов отдать полностью вам. Поэтому поехали. 824. А знаешь, что давай сделаем? Смотри. У нас такая вот ситуация. То есть, он маленько подскамливает и не отдает. Можно попробовать пооткрывать, допустим, что-то такое дешевое. Ну, опять же, да, в районе 79 рублей. И вместо того, чтобы просто продать, если тебя не окупает, пробовать делать контракт. То есть, на каждый рабочий мы будем вместе с вами, ну, просто продавать. А на каждый проигрышный 770 просто будем делать апгрейд. То есть, если там, допустим, давайте минус 10-20% от цены, которая нам выпала, то мы делаем апгрейд. Поехали. Вот, допустим, автоматоны. Автоматоны. Ну, кстати, вот мне, знаете, что нравится здесь? Что здесь расстановка скинов в очень таком разнообразном положении. То есть, нет такого, что, типа, ножи всегда наверху, а дешевые скины всегда снизу. Вот это как будто бы очень-очень хороший плюс. А так, в принципе, ну, нормальный 1500. 1500, были бы у них какие-то еще бесплатные кейсы на этом сайте. Было бы супер топ. Я не знаю, они есть или нет. Я просто ни разу их не открывал. Возможно, да. А, вот они, бонус кейсы, да, за 5000 по рублей. Ну, это вот, типа, я депнул 5000, и я должен... В смысле? А я же задепал пятерку или нет? Или как это? Я не знаю. Чтобы открыть этот кейс, попомните баланс не менее 1000 БКН. А 1000 БКН, это что у нас? Короче, я даже не знаю, как это работает, пацаны. Вроде деп делал, кейсы открыть не могу и ни разу не открывал. Поэтому сломанный клык. О, это, наверное, кейсик, который есть в КС, и можно попробовать, кстати, открыть его. Но, опять же, давайте так. Если он меньше, а вот это точно меньше. Пойдем вместе с вами, сделаем контракты. Потому что эти контракты, я клянусь, даже вместе с вами... Ну, вот сколько я играл, ни разу даже не делал. А тут даже можно менять шрифт, так прикольненько-то. Ну, поехали, попробуем. 219. Ну, такое себе. У меня даже, оказывается, 80 рублей на балансе. Давай попробуем апгрейдик, хотя бы x2 сделать. Может быть, получится от 500. Ну, давай. 500 это нормально. Я знаю, что здесь пацаны долбят от нуля. А если поставлю от 500, то почему не ставится? Ставится. Надо было просто нажать Enter. Я знаю, что здесь очень долго долбят апгрейдики. Там на 10, на 15, на 20, на 5%. То есть, прям совсем маленькие они заходят. То есть, скорее всего, может даже зайти 45. Неплохо. Так, а ну-ка, давай до 1000. Просто проверим. Ну, просто интересно. Если уж сейчас дал, то, может быть, тогда и на 1000 даст. Один зашел, второй зайдет. Он так еще крутится. Прикольно он останавливается. Вот я, клянусь, даже не обращал внимания. Даже не помню, когда я последний раз, в принципе, играл. Но 1000 рублей есть. Неплохо. А ну-ка, давай тогда так. Вот если 1000 есть, уже продаем. То есть, нам это уже точно не надо, в любом случае. Давай пооткрываем кейсики. 3 800. Что-то охота такое. Вот примерно, как Министерство Правда. Потому что это в сумме будет стоить примерно 3 290. И, наверное, есть шанс даже окупиться. Погнали. А если еще 2 раза откроем дорогие кейсы, они нас не открутят. Давай пойдем в дешевые. Вот и неплохо. 3 400 нормально. Так, подожди-ка. А если попробуем, ну, например, вот этот за 4. Мы его не можем, конечно, открыть на 10. Мы можем на 9. Погнали. Let's go. П. О. Ровно на 9 раз. Прикольно, на самом деле, что он пишет, сколько раз мы максимум можем открыть. Тоже удобно. Мне, на самом деле, нравится. Вообще, в принципе, даже несмотря на то, что дизайн, вообще, в принципе, этого сайта. Да, исторический. То есть, он еще со времен динозавра. Как открываются кейсы, по крайней мере, мне здесь нравится. Да, я не говорю про окуп, которого здесь вообще нету от слова совсем. Но, блин, это прикольно. Все равно. Поехали. 2000. Хеллдайверы. Называется данный кейс. Здесь буйство красок почти. Вот если бы буйство красок долетело, было бы хотя бы супер круто. У нас бы была возможность окупиться. А так пока все минус да минус. А где же здесь какие-то перчаточные кейсы, которые мне говорили. Вот, перчаточный бум. Открывай много раз, насыпят, мне говорил ли. Ну, давай. Три раза это, конечно, немного. Я понимаю, что на такой кейс нужно намного больше. Ну, 600 рублей это как бы такое себе. Еще разок? Ну, давай разок. Да, да, нет, нет. Получится, не получится. Тут уж, как говорится, горячие грезы. Мы бы хотя бы окупились. Блин, зачем мне сказали его открывать? Ну, вот я пооткрывал, у меня просто баланс ноль улетел. Не, ну, есть, конечно, шанс, что мы сейчас, допустим, откроем чжейт. И он нас резко возьмет и окупит до тысячи. Но, да, на перчаточные, наверное, надо было больше денег. То есть, даже я не могу сказать, что это типа скам кейс какой-то, либо еще что-то. Потому что открывать кейс, который стоит 500 рублей. И надеяться, что ты выбьешь перчатки. Ну, хотя, в принципе, дешевые перчатки, пацаны, стоят очень дешево. То есть, ну, там вообще прям супер копейки. И я думаю, что можно было бы, на самом деле, что-то хорошенькое выбить. Даже с 3000 рублей. Ну, то есть, это нормально. Перчатки стоят, допустим, 5-6, с 3000 это объективно адекватно. То есть, ну, я же не должен закидывать 6000, чтобы мне выпали перчатки на 8. Это же вообще идиотизм. Тогда это не фарм перчаточного, а что попало, получается? Хороши. Поехали. О, дискотехника. Было бы неплохо, кстати, под конец выбить дискотехнику. 233. Ну-ка, подожди. Нормально. Даже окупил нас. Несмотря на то, что мы сегодня вообще прям так знатненько в минус ушли. На минус 5000 рублей. Блин. Я, кстати, не заметил, но мы сейчас ровно на ровном месте потеряли очень много. Ровно пятерку. Вот как играть на этом сайте? Сидишь, радуешься, что вроде даже говоришь, что сайт-то хороший. Но в итоге он тебя попускает. И ты не знаешь, что с этим делать. Мужики, обязательно поставьте лайкосик. Я бы лучше, конечно, прокачал вас. Поэтому пишите максимальное количество комментариев. Пишите ваши дискорды, скайпы. Ставьте лайки. И я кого-нибудь из вас возьму на прокачку. И просто возьму и прокачаю. От мы? Ну, а что мы? 300 рублей на балансе. Буду пополнять, пробовать еще раз открыть. На данный момент я проиграл все. Продолжение следует... Продолжение следует...